Уважаемый господин президент, я начну с самого главного и актуального вопроса. Вы поддерживаете российские военные действия против Украины? Если да, то почему? Знаете, уважаемый господин Канахира, мне очень просто ответить на ваш вопрос вопросом. Вот вы являетесь союзником Соединенных Штатов Америки и практически по основным проблемам мироустройства поддерживаете США. Почему? Насколько я информирован, наверное, я в данном случае точно информирован, вы решили на Тихом океане создать еще один силовой блок, Соединенные Штаты Америки, Индия, Австралия и Япония – AUKUS. Поэтому мне просто ответить на вас вопрос в том плане, что Россия не просто наш союзник. Это не просто наш союзник – Россия. Россияне и мы – народы, произрастающие от одного корня. Вы, как японец, меня это поймете. Это, во-первых. Во-вторых, экономически практически неразделенные системы. Мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия в белорусскую систему, что их разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике. И, во-вторых, у нас единый рынок. Половину нашей продукции мы поставляем в Россию. Это наш основной рынок. И этим все сказано. То есть, господин Канахиро, чтобы вы понимали, Беларусь и Россия – это одно целое, практически одно целое в производстве, в экономике, в продажах единый рынок. И в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил. То есть, мы теснейшим образом связаны, и эти связи называются союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией. То есть, мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Европейский Союз, в том числе и Япония. И еще, чтобы уже вы понимали абсолютно точно ситуацию. Накануне конфликта Украины с Россией, вы знаете мою позицию. Я делал все для того, чтобы там не было войны и был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров я готов был закрыть эту границу своими пограничниками. И другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим. А Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне. Более того, они ввели против нас санкции. Украина ввела против Белоруссии санкции раньше, чем это сделал Запад. Они закрыли нам возможность летать через Украину. То есть, закрыли небо. Ограничили всякие полеты. В то время, когда у них был конфликт с Россией с 2014 года, мы были таким пунктом, через который они летали и в Россию, и в другие страны. Они готовили на территории Украины против нас боевиков. Готовят и сейчас. Они поставляли сюда взрывчатку оружия для террористических группировок. Мы их нейтрализовали. Об этом все знают. То есть, Украина заняла враждебную позицию против Белоруссии. Скажите, как мы должны были повести себя в данной ситуации? Что сейчас происходит в Украине, я собственными глазами видел. На прошлой неделе я сам был там. А где конкретно вы были? В западной части. Это ближе к Румынии. Это вы ничего не видели. В Киеве работали наши коллеги. В Харькове работала наша команда. Основные события в Украине сейчас происходят в районе Донецка-Луганска, в районе Харькова, Чернигова и Киева. Боевые действия – это основные направления, где происходят столкновения. Но, господин Канехира, вы не сказали о главном. В данной ситуации ни один белорусский солдат на Украине не воюет. Несмотря на их враждебную позицию, которую они заняли в отношении Беларуси, подталкиваемая Западом, мы перевернули эту страницу. Я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией. Буквально на третий или четвертый день этой войны. И он принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров. И сейчас они в режиме видеоконференции, эти переговоры продолжаются, они идут. То есть мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы эти переговоры закончились вот в этом зале. Символично, что в этом зале договоры в Минске были подписаны тогда по Украине. Поэтому мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы там был мир. Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция. В будущем, по мере развития событий, Беларусь будет принимать участие в этих действиях. Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею в виду? Они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил с четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу летательными аппаратами, вертолет и так далее. Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет Точка-У по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной. Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как это нас сегодня американцы вместе с своими партнерами толкают к этому конфликту. Я думаю, я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром. Скажу вам впервые, главное, сегодня Россия предлагает Украине Путин с Зеленскому. Я это абсолютно точно знаю. Абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я. Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Беларуси, как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Но я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение операции или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор. Россия исходит в том числе из недалекого прошлого. В 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений. Вооруженные силы развели. И чем это закончилось? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины. Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции. И она обязательно их добьется. По поводу договора, который российская сторона предлагает Украине, не могли бы вы поподробнее рассказать об этом? Вы знаете, подробнее не скажешь, чем сказали сами россияне, во-первых. А во-вторых, наверное, и не нужно. В том смысле, что Россия предлагает Украине такие вещи, которые, ну вот, происходят в Беларуси. То есть Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, прежде всего. Она не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке. Там немало русских. Если они хотят разговаривать на русском языке, пожалуйста, пусть разговаривают. Вы же не запрещаете своим гражданам в Японии разговаривать на русском или на английском языке? Нет, вы не запрещаете. Точно так и в Украине должно быть. Никто не должен ущемлять кого-то. И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм, чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века. Что тут плохо? Все естественно. Но это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договориться Украина с Россией, повторяю, подпишет акт о капитуляции. Сейчас, возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такая ситуация больше не будет. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное, мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора. Позвольте уточнить, вы поддерживаете российские военные действия против Украины? Но, Украина и но. Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать, чтобы вы понимали и знали. Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Украины, ни со стороны Америки. Война неприемлема. То, что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации, мы союзники. У нас договоры заключены соответствующие. Самое тесное у нас отношение именно в военно-политической сфере. И если Россию и поддерживает кто-то, то это только Беларусь. Все остальные или нейтральную позицию занимают. Или же воюют на стороне Украины. Поэтому не надо переживать по поводу того, что мы с россиянами оказались волею судеб в одной лодке. И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку. Никогда. Вы намерены разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Президент России вас об этом просил. И можно ли сказать, измененная восьмая статья вашей Конституции позволяет это сделать? Позволяет разместить ядерное оружие на территории Беларуси? Мои коллеги, представители той стороны из Хиросимы и Нагасаки спрашивают. Я историк и очень глубоко изучал ситуацию Второй мировой войны. И очень хорошо знаю, кто нанес удар ядерный по Хиросиме и Нагасаки. Я знаю. И я хорошо знаю, что это не нужно было тогда делать. Война закончилась. Это не нужно. Это был акт устрашения всей планеты. Надо было продемонстрировать, что у нас есть ядерное оружие. Вот причина удара Соединенных Штатов Америки по Хиросиме и Нагасаки. Отвечаю на ваш вопрос. Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло, и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал, если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России. Конституция и прежняя, и нынешняя к этому не имеет никакого отношения. Потому что по старой нашей Конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и это. Поэтому Конституцию забудьте. Мы не думали, и меняя Конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада. И она пришла к вам. Может быть, через ваше посольство в Беларуси. Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах. Но если ситуация ухудшится, придется разместить оружие на территории Беларуси. В Америке и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие. По поводу Чернобыльской атомной станции. Это правда, что Беларусь продает энергию туда? Нет, мы ничего там не продаем. Мы не продаем. Там сложилась ситуация, когда с территории Украины прекратилась подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. И там отходы, ядерные отходы хранятся, хранилище большое. И для содержания закрытой Чернобыльской станции, ну как Фукусимы, закрыто, и для сохранения этих отходов ядерных нужно охлаждение воды, нужно электричество для обслуживания. Поставки из Украины прекратились. Путин мне позвонил, это уже было ночью, и проинформировал о том, что это большая опасность для Европы, как он сказал. Я в шутку ему говорю, да что ты переживаешь за Европу, если они против нас санкции увели? В шутку сказал. Он говорит, нет-нет, надо помочь, потому что не дай бог произойдет авария в этом хранилище огромном, то Европе мало не покажется. Я у него спрашиваю, что там нужно сделать. Он попросил меня подвезти туда электроэнергию, чтобы запитать этот объект, чтобы не произошло катастрофы. Вот мы с Беларуси подвели туда и подали туда электроэнергию. Мы не продаем ее. Мы просто, как сторона заинтересованная, Чернобыльская станция рядом, и чтобы не произошло очередной техногенной катастрофы, мы подвели туда электроэнергию. Как вы оцениваете Владимира Путина? Вы не просто много встречаетесь. Слушайте, мы не просто встречались как руководители, мы в дружеских отношениях с этим человеком, в дружеских отношениях. Я абсолютно посвящен все детали его там, ну, насколько это возможно, и государственные, и личные. Мы много раз встречались и будем встречаться в любое время. В любое время. Он позвонит, я позвоню. Надо нам переговорить, встретиться. В этом нет абсолютно никаких проблем. Я знаю, почему вы задаете этот вопрос. Если вы думаете, что президент Путин физически нездоровый, или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Поэтому пусть Запад, и вы тоже, выбросит из головы эту, как у нас говорят, дуроту, эту выдумку. Путин абсолютно адекватен. Он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции. А согласно новой конституции, у них большие полномочия сейчас у правительства и у парламента. Они этим занимаются. Президента стало меньше полномочий. Он их полностью осуществляет. Поэтому это вполне вменяемый, здоровый человек. Физически здоровый. Он спортсмен. Поэтому все эти разговоры, это для того, чтобы внутри России подорвать доверие к самому президенту. Не получится. Такой же вопрос по отношению к Зеленскому. На втором этаже во Дворце независимости мы увидели фотографию, где вы с Зеленским. Я могу только высказать свою точку зрения в отношении Володи Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами в Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он не глупый человек. И я надеялся, что с опытом во второй президентский срок он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине. Не произошло. Начался конфликт. Сейчас я, это мое убеждение, может я ошибаюсь, там непосредственно из Киева уже определенные люди управляют ситуацией. Прежде всего на фронте, в войне. Не Зеленский руководит всем процессом. И там даже не советники советуют военным, как себя вести. Там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России. Кроме того, что они официально поставляют туда самое современное оружие, я так думаю, они руководят полностью военным сопротивлением, военным процессом в Украине. Грубо говоря, у Зеленского на столе два телефона. Один телефон, второй телефон, спутниковая связь с Байденом и премьером Англии Джонсоном. Два телефона. Вот в основном он управляется этими двумя руководителями. Человек несамостоятельный. И не только потому, что он там не может. Ему уже не дадут управлять иначе, чем сейчас. Потому что то, что происходит сейчас в Украине, это выгодно Америке и их союзникам. Это выгодно утопить и Беларусь, и Россию в этом конфликте, чтобы мы были погружены в этот конфликт, и нам было не до Японии, не до Сирии, не до Китая и не до Африки, и не до Венесуэлы. Утопить нас в этом конфликте. Поэтому они будут всячески сдерживать Зеленского, если он захочет иначе. И будут делать все для того, чтобы России было хуже. Ну, естественно, и нам. Я предупредил вас. Это мое мнение, исходя из анализа ситуации. Взаимоотношения между Японией и Беларусью сейчас обретают характер напряженности. Дело в том, что правительство Японии признало вашу страну недружественной. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Меня это весьма разочаровывает. Я никогда не думал, что вы будете подпевать Соединенным Штатам Америки. Как у нас говорят, будете прихвостным мальчиком на побегушках у своего старшего брата. Я никогда этого не думал, потому что я величайшим уважением отношусь к вам, к японцам и к японскому государству. Я был в Японии. И в школе, в средней школе был. Я разговаривал с обычными японцами. Они такие же трудолюбивые, толковые, дисциплинированные люди, как белорусы. И экономики у нас похожи. Япония и Беларусь. И пострадали мы. Вы Хиросима, Нагасаки, Фукусима. Мы от Чернобыля. Мы сотрудничали с вами по линии преодоления чернобыльской катастрофы. Мы больше, чем с кем-либо с вами работали. А потом вы побежали за Америкой и ввели против нас какие-то сомнительные санкции. Но японский народ, я знаю, очень любит детей. Скажите, зачем вы против моих детей ввели санкции? Они же к политике не имели никакого отношения. Скажите, как я должен оценивать действия руководства Японии? Вы просто за компанию это сделали, не погружившись в тему и не подумав о том, к чему это может привести. Не важно, что мы далеко друг от друга. Мир взаимосвязан. И поверьте, может быть, когда-то вам придется нас о чем-то попросить. Как вы думаете, в чем заключается роль журналистики? В вашей стране обеспечена свобода слова, прессы? Роль журналистики, господин Кенахер, очень важна. Очень важна. Журналистика должна быть правдивой. Она должна доставать факты и класть на стол. Как я часто говорю, факты. А не заниматься пропагандой. Что касается нашей журналистики в Беларуси, она гораздо свободнее, чем в Соединенных Штатах Америки, на Западе. И может быть даже более свободна, чем в Японии. Вы сказали, белорусские журналисты более свободны, чем японские? Намного свободнее. Просто у японцев это империя, древняя империя, устоявшаяся империя. Там не просто законы, а сознание людей таково, что никогда Кенахера или какой-то другой журналист не посмеют нарушать вот эти традиционные, с веками устоявшиеся нормы. Не только закону. Мы молодое, суверенное государство. Мы всего 30 лет существуем как независимое государство. Может, и в этом еще причина. Но есть и у вас. Есть и у вас предатели и разные люди. Запад об этом не кричит, вы тоже. Но вы с ними разбираетесь точно так, как мы. Но в силу того, что у нас нет еще вот этих традиций, в том числе и журналистики, имперских в хорошем смысле традиций, как у японцев, приходится кого-то из журналистов ставить на место. Журналисты такие же граждане, как другие белорусы. Не сажают белорусских журналистов из-за своей деятельности в тюрьму? Сажают. Только не за их деятельность профессиональную, а за то, что они борются против собственного государства на деньги Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада. Я это сказал к тому, что журналисты, хотя я не припомню, чтобы у нас сейчас кто-то был наказан и сидел из журналистов, сидел в тюрьме. Были времена, мы их отпустили. Они получали из фондов Германии, Польши и Соединенных Штатов Америки, получали зарплату и боролись против собственного государства, нарушая закон. А тот, кто нарушает закон, вы знаете, в Японии отвечает по закону. У нас тоже. Мы у вас учимся. Лично я думаю, что не все журналисты в Беларуси могут свободно работать. Ну, это ваше мнение, наверное, не все, так же, как и в Японии. Наверное, есть определенные ограничения, и личные у них ограничения, и ограничения по закону. Поэтому я не буду оспаривать вашу точку зрения. Везде свобода, чья-то свобода, везде ограничивается чьей-то другой свободой. Вы настолько свободны, насколько вы не мешаете другим людям. Это естественно. Как вы относитесь к белорусской писательнице Светлане Алексеевич? Ее очень любят и активно читают даже у нас и в Японии. Она лауреат Нобелевской премии, но сейчас вынуждена находиться в Германии. Я к ней не отношусь сейчас никак. Я очень рад, что вы читаете произведения Алексеевича. Хотелось бы, чтобы вы читали и произведения других наших белорусских авторов. Поэтому я никак к ней не отношусь. Это человек, который, став Нобелевским лауреатом, не будем говорить, как и почему, но который вырос на этой земле, предала ее и сбежала отсюда. Ее никто не выдворял, не выгонял из Беларуси. Это ее право. Она выбрала Германию. Там, наверное, теплее. Там, наверное, приплачивают. Может, еще что-то. Не знаю. Поэтому я этим вопросом не интересуюсь. В нашем обществе такой проблемы нет. Никто не выгонял ее? Нет, абсолютно. Она как убежала туда, она на сегодняшний день, скорее всего, как и все другие, могут вернуться в Беларусь. Но если они допустили нарушение наших законов, они должны понимать, что они по этим законам должны ответить, как любой гражданин Беларуси. Мне сейчас 68 лет. Я работал в Москве. В 1991 году как раз союз распался. Тогда были сложные, необъяснимые эмоции. У меня российские, советские товарищи, поэтому с ними я испытал это чувство потерю государства. Наша компания ТБС раньше всех японских телекомпаний взяла интервью у Горбачева и Ельцина. Что вы сейчас думаете о распаде Советского Союза? Это была трагедия или естественный поворот в истории? Во-первых, мы с вами ровесники практически. Разница у нас в возрасте совсем небольшая. Поэтому вы это пережили, я вижу, по вам, болезненно, чувствуя, что что-то произошло неестественное. Я в этой стране родился и жил. Я был предан этой стране. Я был членом Коммунистической партии. В это время я был депутатом Верховного Совета в Беларуси. Поэтому был приобщен и к политике. Поэтому для меня это, как и для всего мира, сейчас весь мир это осознал, это была трагедия. Распад Советского Союза – это трагедия. Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире. Всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позиций Советского Союза. Да и с Японией у нас были хорошие, дружеские отношения, несмотря на существование различного рода проблем. Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, является монополизация Соединенными Штатами Америки, нашей планеты. Позвольте задать вам несколько уточняющих вопросов. Россия воюет и уничтожает часть украинцев. Сейчас, по данным ООН, 600 человек погибли, в том числе женщины и дети. Это плохо. Когда гибнут люди, это очень плохо. Люди гибнут с двух сторон. И россияне, и украинцы. Но особенность этой войны заключается в том, что россияне, насколько это возможно, даже в ущерб себе, я это знаю, крайне аккуратно и уважительно относятся к мирному населению. Поэтому Организации Объединенных Наций надо учитывать и этот фактор. Поймите еще раз. Для того, чтобы сегодня закончить войну, нужен один сигнал со стороны ООН там, Америки, Запада, украинскому руководству. Сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится. По опыту моей работы в Украине, думаю, что нынешняя власть в Украине на это не пойдет. Если американцы позвонят по телефону, по этому телефону, который на столе у Зеленского, и скажут, к вечеру надо прекратить войну, подписав договор с Россией, война к вечеру прекратится. Вы говорите «американцы». Вы имеете в виду президента США? Ну, естественно. Я не соглашусь с вами. То, что Байден позвонит. Нет, то, что Байден не позвонит и не скажет, вполне возможно. Я верю в это меньше, что он позвонит и скажет, чем не позвонит. Он скорее не позвонит, потому что та ситуация, которая складывается в Украине, очень выгодна американцам. Это то, что надо для Америки. Поэтому, наверное, не позвонит. Но я говорю к тому, что война может закончиться очень быстро, если он позвонит. Если Америка займет позицию установления мира на украинской земле. Но эта позиция им сейчас не нужна. Она не в их интересах. Все, что творится в Европе сейчас, очень выгодно американцам. Но остается вероятность, что Беларусь будет принимать участие в российских военных действиях. Нас никто не просит принимать участие непосредственно в операции российских войск. Я недавно об этом говорил. Мы ничего не сможем добавить в этой операции для России. Ничего. У них хватает живой силы, у них хватает техники. Она такая, как у нас, и даже более современная. Поэтому Россия с этой проблемой справится и без Беларуси, и без Японии, и без других стран. Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить. Это безумие. То, что происходит между братскими народами. Россия это понимает, Украина не хочет понимать. Я уже вам это объяснял. Поэтому, как остановить? Я вам сказал, одним звонком можно остановить братоубийственную войну. Следующий вопрос относительно ваших последних переговоров с Путиным. Чем сейчас можете поделиться с нами? Что вы обсуждали? Всем могу поделиться. Первый блок вопросов это ситуация вокруг Украины. Мы вчетвером встретились. Я, Путин, Шойгу и Герасимов. И обсудили детальнейшим образом ситуацию в Украине. Плюсы, минусы и так далее. Но это детали, наши детали. Второй блок вопросов это переговорный процесс. Мы пригласили главу делегации Российской Федерации, Мединского, главу делегации на переговорах в Беларуси, которую они вели. И детальнейшим образом, выслушав его доклад, проанализировали те предложения, которые вносит Российская Федерация. И третий блок вопросов это ваши санкции с Западом против России и Беларуси. И план наших действий по выходу из этого санкционного состояния. Экономика, финансы и так далее. Но мы тоже об этом публично высказались. Вот три блока вопросов. Как вы думаете, кто может остановить эту войну? ООН или посредники, в том числе Китай или кто-то другой? Знаете, всех, кого вы назвали, они так или иначе влияют на ситуацию вокруг Украины. Но не более того. Никакой Организации Объединенных Наций ни одной войны не остановила. Не остановит и эту. Тот же так и другие государства. Войну могут остановить Россия-Украина, договорившись, подписав договор, или же американцы, которые дадут команду, руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочее, они быстренько выстроятся в хвост Соединенным Штатам Америки и будут поддерживать их решения. Поэтому две силы. Россия и Украина или Америка. На прошлой неделе я был в Украине и собственными глазами видел, что очень много людей убегало оттуда. Говорят, три миллиона человек покинули страну. Если не больше. Я тоже стоял в очереди, чтобы пересечь границу. Четыре часа стоял. Ну, надо было ехать через белорусскую границу, вне очереди проехали. Украинцы вашей стороной не пошли. Очень много, уже тысячи человек прибыли в Беларусь и родственники, и люди просто голодные, голодающие, спасаются от этого, прибыли к нам. Всего за период конфликта, за весь период конфликта с 2014 года около 200 тысяч прибыло в Беларусь. Кто-то считает 170-180 тысяч, кто-то 200, но в этих пределах. Единицы после этого уехали, но сейчас обратно вернулись. Так что тысячи-тысячи человек за 5 лет, 7 лет этих прибыли в Беларусь и в единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы. Идут сейчас в Беларусь меньше людей. Знаете почему? Потому чтобы попасть в Беларусь надо пройти через позиции российских войск. Поэтому это сдерживает людей, с Киева, с других. А те уже города, которые находятся в тылу российских войск, Чернигов, там, другие поселки и районные центры, оттуда люди активно идут в Беларусь. А как вы сами относитесь к тому, что столько беженцев оттуда из братской страны люди страдают? Я точно так отношусь к этому, как японцы. Как вы относитесь? Это очень плохо и неприемлемо, когда страдают люди. Это надо прекратить. В Минске мы сумели пообщаться с населением и многие с удовольствием ответили на наши вопросы. Большинство тех людей, с которыми мы общались, в один голос сказали, что скорее бы закончилось то, что происходит сейчас в Украине. У многих есть родственники там. Ну, то, что мы делаем, мы сторонники переговоров и я только что вам сказал, мы не хотим войны. Мы знаем, как японцы, так и мы, знаем, что такое война. Мы немало потерпели от последней Второй мировой войны, поэтому мы войны не хотим и люди вам об этом говорили. Одна женщина сказала, что не боится перед камерой сказать свое мнение, если даже ее посадят за эти слова. Она хочет, чтобы все это прекратилось. За что ее сажать? И я хочу, чтобы быстрее прекратился конфликт этот. За это людей сажать нельзя, за это наказывать людей нельзя. Поэтому я не знаю, почему, может, вы не совсем поняли эту женщину. У нас в обществе абсолютный консенсус. Не должно быть никаких войн. Все сторонники из числа белорусов, сторонники войны находятся в Литве и в Польше. Часть Беларуси. Они там создают батальоны, вооружают их, у белорусской диаспоры по всему миру собирают деньги, чтобы профинансировать эти батальоны смерти, которые воюют на Украине. Вот они все в Литве и в Польше сидят. Многие люди сейчас воспринимают то, что происходит в Украине как трагедию и осуждают Россию. Я понимаю, что Россия и Беларусь союзники, но возможен вариант, что вы займете нейтральную сторону. Мы абсолютно нейтральны, поскольку у нас идут переговоры, это подтверждение нашей нейтральной позиции. Мы не собираемся втягиваться в эту войну, я об этом не единожды заявлял, и мы сделаем все для того, чтобы война это прекратилось. А осуждать Россию, осуждать Украину, ну это если делать больше нечего и некому в Японии или там на Западе, вы, пожалуйста, занимайтесь этим осуждением, а мы должны заниматься тем, чтобы война прекратилась и мы начали выстраивать самые теплые дружеские отношения. Любая война заканчивается миром, и люди со временем забывают даже Хиросиму и Нагасаки, хотя забыть это очень трудно. Я сам лично не хотел бы больше никакой войны. По специфике своей работы я видел, что происходило в Сирии, Ираке, поэтому больше не хотелось бы видеть гибели людей. Очень надеюсь на Беларусь. Вы можете повлиять и на Россию, и на Украину, чтобы прекратилась эта война. Мы постараемся. И надеюсь, что еще удастся с вами пообщаться. Всегда к вашим услугам. Редактор субтитров Корректор Корректор